Здравствуйте, ребята! Меня зовут Макарь Любовь Михайловна. Я являюсь учителем информатики Теоретического лицея Олимп муниципия Кишинелл. Мы продолжаем дальше изучать компьютерную графику и тема нашего урока «Локальные альбомы, веб-альбомы и архивы для хранения изображений». Ключевые слова «Локальные», «Веб-альбомы», «Архивы альбомов», «Хранение изображений», «Поделиться шея изображениями». С тех пор, как появились цифровые фотоаппараты и камеры в телефонах, мы ежедневно создаем, скачиваем и храним сотни фотографий. Некоторые из нас обладают природным даром систематизировать и упорядочивать информацию. Остальным же приходится перебирать гигабайты файлов и папок с неочевидными названиями. И когда срочно нужно какое-то определенное фото найти, его очень сложно, а порой и невозможно. Для этого и появились сервисы, которые делают работу с фотографиями простой и удобной и позволяют нам легко упорядочивать и редактировать изображения, создавать альбомы в интернете, делиться изображениями с друзьями, родственниками и другими пользователями. Здесь я представляю вам инструмент «Пикассо», инструмент «Гугл» для организации в веб-альбомах. Вход в веб-альбом используются данные своего аккаунта «Гугл». Альбомы могут быть общедоступными, частными, с ограниченным доступом. Ссылку на сервис я предоставляю ниже рисунка. Следующий сервис, который я хочу вам представить, это «Гугл Фотос». Это новый сервис, бесплатный от компании «Гугл», который предназначен для хранения, организации, демонстрации ваших фотографий и видео. Какие возможности предоставляет нам этот сервис? Первая возможность – загрузка файлов. Можете загрузить файлы как с компьютера, так и с «Гугл Диска». Вторая возможность – неограниченное место для хранения фотографий. Вам разрешает сохранить неограниченное количество фото и видео, снятых с помощью телефона или камеры. Третья возможность – это определение дубликатов. Автоматически выявляет дубликаты и оставляет только один экземпляр. Умный поиск. Все ваши фотографии проходят через систему многоступенчатого анализа, которая автоматически распознает изображенные на них объекты. Если в поиске написать «За грибами», то у вас высветятся все изображения, где есть грибы. Пятая возможность – это выделение файлов. Для выделения множества изображений достаточно просто кликнуть на первое изображение, зажать клавишу «Shift», а затем кликнуть на последнее изображение. Следующая возможность – автокреатив. Автоматически создает из ваших фотографий различные анимации, коллажи, панорамы и фильмы. Следующая возможность – это встроенный редактор. Этот редактор нам позволяет применить к фотографиям всякие эффекты, а также обрезать или повернуть изображение. Следующая возможность – это удаление файлов. Если вы удаляете файлы из Google Photos при включенной автозагрузке и синхронизации, то они одновременно будут удалены со всех ваших устройств, на которых установлен клиент этого сервиса. Файлы находятся в корзине в течение 60 дней, после чего удаляются окончательно. Следующая возможность – это типы содержимого. Если вам нужно посмотреть файлы только определенного типа, то необходимо кликнуть по строке поиска, и фотографии появляются последними в списке. Шеринг – поделиться фотографиями из Google Photos в социальных сетях или просто отправить ссылку любым удобным вам способом. Здесь я вам представляю интерфейс нашего сервиса Google Photo. Как я говорила раньше, что вход в этот сервис осуществляется через аккаунт Google. Как вы видите из рисунка, здесь есть две команды – создать и загрузить. Загрузить вы фотографии можете как с компьютера, так и с Google Диска. Рядом есть команда «создать», где открывается контекстное меню со следующими командами. Альбом, общий альбом, фильм, анимация, коллаж. То же самое контекстное меню вы можете увидеть и по левой стороне этого сервиса. Альбом, команда «альбом» – вы создаете альбом, где вы скачиваете ваши фотографии. Общий альбом – вы делаете доступ вашим друзьям, родственникам, другим пользователям. А также вы можете хранить фильмы, анимации и коллажи. Далее я вам предоставляю еще один сервис – Flick, который тоже предназначен для хранения и распространения изображений. Flick предоставляет 1 терабайт места для хранения фотографий для каждого пользователя. Здесь я вам представила интерфейс этого сервиса. Ссылка на сервис внизу этого окна можете увидеть. Мы сегодня на уроке научились выбирать сервисы для размещения изображений, определять возможности сервисов, размещать изображения в локальных и веб-альбомах. Желаю вам удачи и спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!